Казань Казанский Кремль подготовил новый цикл культурно-образовательных программ для школьников. Программа разработана в формате уроков в экспозициях Музея Исламской культуры и Музея Истории Благовещенского собора. Татарская волна 2016. В Казани пройдут соревнования по кайтбордингу и кайтсерфингу. Соревнования пройдут со 2 по 5 июня на Болжско-Камском водохранилище, недалеко от села Отабаева. Представители КАМАЗа принимают участие в чемпионате WorldSkills. В выставочном центре Казанская ярмарка КАМАЗ будет представлен тягачом 54,90. Казанские власти утвердили субсидии на питание школьников из малообеспеченных семей. Ученикам первых четвертых классов оплатят горячий завтрак и обед на сумму не более 80 рублей в день. Учащиеся пятых-одиннадцатых получат обед не дороже 58 рублей. Деньги будут выделены из бюджета города. Российский спортсмен Виктор Филиппов побил мировой рекорд по подтягиванию. Он подтянулся 75 раз за одну минуту, что на 16 подъемов больше предыдущего максимума. Определились казанские площадки тотального диктанта. Одной из площадок является казанский федеральный. Напомним, что ежегодная образовательная акция пройдет 16 апреля. Каждый желающий может прийти и написать диктант и проверить уровень своей грамотности. В КФУ прошла ежегодная акция День здоровья. В этот день студенты вуза посетили мастер-классы по оздоровительным практикам и техникам. Прошли процедуры врачебно-педагогического скрининга. Событие было приурочено ко Всемирному дню здоровья и прошло в Казанском университете уже четвертый раз.